Наклоняйтесь и вот так равномерно высеваете семена по этой бороздке. Так, чтобы они у вас не попадали какими-то, знаете, пучками. Где-то есть, где-то нет. На одну бороздку 50 граммов кедра корейского. Вместо весов обычная горлышко от пластиковой бутылки. Примерно это 100 штук семян. Материал все подвозят и подвозят, но добровольцев много, работа не останавливается. Я считал, что у меня получилось 13 строчек. Вот я уже сажаю 14, и получается, что я уже насадил 1400 семян. Самое главное равномерно распределить все семена, чтобы кедр смог прорасти. Это важно для того, чтобы сохранить культуру кедра. Ну, это вообще просто весело и интересно. День кедра в лесном питомнике под Уссурийском проводят с 2011 года. Несмотря на то, что вырубка этой ценной породы строго под запретом уже 7 лет, высаживать новые кедровые плантации не менее актуальна. Леса по-прежнему в опасности. Их убивают пожары, уничтожают нелегальные лесорубы. Только на Дальнем Востоке около 80% древесины добывают контрабандисты. Причем 40% остается в лесосеке, то есть никак не используется. Посев семян у нас проходит второй год здесь, на территории питомника Приморской сельхозакадемии. Опять нам повезло с погодой. Хорошее настроение у детей, которые, я надеюсь, кто-то из них решит, что лес, его проблемы, это в том числе и то, чем они вдохновлены, чем они хотят заниматься в своей жизни. Семена для посева подготавливали несколько месяцев. Их выдерживали в определенных условиях в контейнере для стратификации. Методика для питомника новая, осваивать ее стали только с этого года. Конечно, то, что семена у нас с проростками, это не самый хороший вариант, потому что потери будут больше. Но здесь значительная часть семян не пророщена, то есть они нормальные, они наклюнулись, и мы рассчитываем на то, что посевы будут нормальной густоты, нормальной плотности, и мы получим то количество посадочного материала, на которое рассчитываем. Взойти должно не меньше 50 тысяч кедрушек. Три года они будут расти на одном месте, после часть из них пересадят на другой участок еще на пять лет для будущего озеленения малых архитектурных форм. Остальные сеянцы пойдут на выращивание лесных культур. За пять лет на территории питомника волонтеры посадили около полутора миллионов кедров. Например, это опыт двухлетней давности. По словам специалистов, деревья прижились хорошо и достигли нужного размера. Добровольцы этого года – победители лесной олимпиады, участие в которой приняли 460 школьников со всего Приморья. Около ста из них и приехали на День кедра. Организаторы отмечают, с каждым годом желающих становится все больше. Валерий Белоус, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.